И снова всем привет! Это мы, Антон и Таня. На прошлые новогодние праздники мы устроили небольшую поездку, знакомясь со следующим регионом Русского Севера – Вологодской областью, которая зовется воротами в Русский Север. Мы больше отдыхали, чем изучали, поэтому дадим лишь небольшой обзор Вологды, нацпарка «Русский Север» и его зимних красот, а также древних монастырей с потрясающими архитектурой и росписями внутри них. Упомяну, Русский Север – это культурно-историческое название, а не географическое или административное. Принадлежность того или иного региона не является общепринятым, но чаще всего выделяют следующие регионы. Итак, начнем с Вологды. Не хочу никого обидеть, но реалии таковы, что, как и большинство русских городов зимой, это серый снег и сумрак, если день не солнечный. Но деревянные дома сразу же привлекают своими резными наличниками. Сохранились дома 19 века. Особый интерес вызвали жилые деревянные дома с деревянными колоннами. Такие встречались мне уже в Нижегородской области. В центре города, недалеко от Кремля, встречаются очень узорчатые дома, где резьбой украшены еще и крыльца, балконы, карнизы. Вспоминается песня «Вологда» ансамбля «Песняры», которая является неофициальным гимном города. Знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. В Вологде, где-где, Вологде, где. Хотя резной палисад – это заборчик, обрамляющий палисадник перед домом, на самом деле нетипичен для Вологды. Идем по реке Вологда, которая зимой покрывается льдом. Название реки и дало название городу. Означает оно «река с белой чистой водой». Это во мне азиатский и крутой город Куала-Лумпур, который имя получил тоже благодаря реке и переводится как «грязное устье». Вообще же, набережная реки Вологды чем-то напоминает дворцовую набережную в Питере. Кажется, в новогодние праздники, точнее 1 января, вся Вологда собралась здесь и активно проводит время. Доходим до Волготского Кремля. Внутрь мы не попадем. Территория закрыта. Но со стороны все равно открывается строение. И главное из них – Софийский собор. Первый каменный храм города, возведенный по образу Успенского собора в Московском Кремле, по приказу Ивана Грозного. Есть истории, что Иван Грозный собирался сделать Вологду столицей, опричненной, чтобы быть подальше от московских бояр, которых подозревал в измене. Но тут ему Софийского собора упал на голову то ли кирпич, то ли штукатурка, и он передумал. Собор велел разобрать. Его не разобрали, но освещать боялись, пока уж царь не умер. Рядом со стенами Кремля – памятник Батюшкову, поэту – враженцу Вологды, предшественнику и учителю Пушкина. Здесь и памятник букве «О», напоминающий об особом ковре местного населения. А за Кремлем – ленивая площадка и памятник восьми сотлетию Вологды. На автобокзале Вологды интересные сюжеты советского времени. Далее мы отправляемся в город Кириллов. В Кириллове главная достопримечательность – Кирилло-Белозерский монастырь. Мы приезжаем вечером, но решаем прогуляться вокруг его величественных стен. Утром светит солнце, и мы идем внутрь. С самого входа нас встречают росписи, а далее мы поднимаемся на колоннаду, с которой открывается потрясающий вид русского севера – простор и дым из домов, где тепло и уютно. Кирилло-Белозерский монастырь – крупнейший в России. Основан он на берегу Северского, что с Варяжского означает «глубина», «озеро» в 1397 году Кириллом Белозерским, монахом Московского Симонового монастыря, учеником Сергия Радонежского. В стенах этого монастыря Василий III и Елена Глинская молили о рождении сына. Долгое время у них не выходило зачать ребенка. Много путешествовали по святым обителям с просьбами о рождении сына, но именно после этой их молитвы исполнятся. Впоследствии родится Иван Грозный, который и сам бывал в обители и жертвовал огромные суммы на монастырь, а в конце жизни подстригся здесь в монахе. Ходят и еще легенды, что в стенах монастыря царь спрятал свою библиотеку. Ну а несмотря на легенды, библиотека Кирилла Белозерского монастыря входила в число богатейших книгохранилищ Руси. Количество их к середине XVII века приближалось к 2000. С конца XV века монастырь был и местом ссылки. Самый известный узник – патриарх Никон, реформатор русской церкви. Здесь Никон провел последние пять лет своей жизни. За свою историю он выдержал и осады польско-литовских интервентов. В общем, классный монастырь, внутри стен которого идет своя жизнь. А высота тех самых стен – около 11 метров, толщина 7. Привлекает он своей величественностью и кинематографов. Здесь снимали такие фильмы, как «Монах и бес», «Достояние республики», «Обитель» по роману Захара Прилепина и современный сериал «Монастырь». Внутри есть музей, где продают кружевные поделки. Даже сережки есть. Вологодские кружева – это всемирный известный бренд. На особый вологодский манер впервые стала прести Анфия Брятцева. На главной, гостинодворской улице стоит ряд особняков 19-20 века. Существует история, как купец Симонов посмертно завещал построить так называемый народный дом, чтобы оставить о себе добрую память. По другим свидетельствам, это было сделано назло другому купцу, которому дом перегородил вид на монастырь. Далее мы передвигаемся к Ферапонту в монастырь, который 18 километров от Кириллова. Ферапонт – это монах, который вместе с Кириллом образовал Кирилло-Белозерский монастырь, а потом и рядом другой, который назвали в честь него. Здесь сохранились уникальные фрески Дионисия, который в 1502 году вместе с сыновьями расписал собор Рождества Богородицы за 34 дня. Дионисий – величайший живописец московской иконописной школы, продолжатель традиций Андрея Рублева. Росписи насчитывают почти 300 сюжетов. В настоящее время весь ансамбль Ферапонтового монастыря включен в ЮНЕСКО. Это редкий образец селевого единства монастырского ансамбля 15-16 веков. Пишут, что он единственный на русском севере, который сохранился в полном объеме. Интересным на территории монастыря окажется музей, в котором собраны коллекции крестьянского быта, по большему счету, с окрестных деревень. В нем будет большое количество деталей прялок, разрисованные разнообразным образом. Мне она понравится. Далее нас ждет прогулка через местные селения. Будет так уютно и морозно, как в сказке. Оттуда мы совершаем красивую прогулку через Цыпину гору, некогда священной горой язычников, и поднимаемся до поклонного креста. Еще мы посещаем Горицкий женский монастырь на берегу реки Шексна. Он был основан в середине XVI века по инициативе княгини Евросиньи Старицкой, родственницы Ивана Грозного. В 1553 году здесь произошла трагедия. Во время прогулки няня уронила годовалого царевича Дмитрия в реку, сына Ивана Грозного. Тот утонул. Царь посчитал, что это рук той самой Евросинии, и впоследствии утопил ее в этой же реке, и вообще совершит расправу над всем родом Старицких. От монастыря проложена экотропа до горы Маура. Эти все красоты в нацпарке «Русский Север», который из-за обилия красот и монастырей именуется русской «Фиваидой» от египетского города Фивы. Заканчиваем мы нашу поездку в городе Череповец, который многие считают главным полюсом области, поскольку здесь, а не в Вологде, находятся градообразующие предприятия. Здесь производят спички, а еще Николай Верещагин, брат того самого художника Верещагина, придумывает особый рецепт масла с ореховым вкусом. Мы совершим вечернюю проволку среди старинных зданий знатных людей того периода. Ночным поездом вернемся обратно в Москву, а впоследствии будем вспоминать это морозное путешествие с теплотой внутри. Продолжение следует...